Легенды солнечного камня у литературно-мемориального музея Якуба Колоса в Минску. Экспозиция приехала с Калининграда. У областных историко-мостатских музеев там заховывается амаль 140 тысяч предметов из археологичных и историчных и мостатских коллекций. Калининградская область, вядома своим бурштинам, именно тут находится амаль 90% с усветных запасов прозрыста и смолы. О таких вот предположениях, как родился янтарь, говорят очень много римские историки, Плиний и многие другие, Аристотель, и они подчеркивают, что это именно смола хвойных деревьев. Потом это подтвердили и наши ученые, янтарь очень долго изучался. Ну и действительно по включениям, которые мы находим в янтаре, мы действительно относим это к очень-очень древним коням. Его добывают на янтарном комбинате, у нас есть такое место, это называемая голубая земля, добывают экскаваторами с ковшами, потом он попадает на обработку, вывозит, попадает на обработку под очень сильной струей воды. Вот, и там потом, конечно, уже идет просеивание, отделение песка от кусочка винтаря. И вот таким образом попадает на столы ювелиров, которые начинают с ним работать. На выставе продемонстрированы как сучасные ювелирные выработки, так и исторические экспонаты, предметы побытого и узора природного бурштину. Нездарма этот камень называют заховальником часу.